На этот раз отправляемся в место, овеянное мифами и легендами, в место, где существует рай на Земле. Центр всей резиденции. Вот он, рай. В старом городе Бахчисарая можно узнать, какой он ханский трон. Не такой уж и маленький трон. Здесь несколько человек поместиться может. Да еще и весь в золоте. Как и где жили жены хана? Жизнь Гареми подчинялась строгим правилам. Никто, кроме хана и его малолетних сыновей до семи лет, не имел права входить в Гарем. А также научиться делать браслет из меди и танцевать крымско-татарские танцы. Программа «На пару дней» в Бахчисарай, в старом городе. Сегодня пройду по древним улочкам, по любые старинными домами, которые не увешаны рекламой и не изуродованы пластиком. Как говорится, проникнусь в атмосферу Востока. Говорят, если вы мечтаете побывать в сказке, то вам непременно надо отправиться в место, овеянное романтическими мифами и легендами, в город Бахчисарай. Ежегодно тысячи туристов приезжают в эти места, чтобы увидеть главную достопримечательность города. Идут смотреть Ханский дворец, бывшую резиденцию крымских ханов. Говорят, главной задачей мастеров, которые трудились над созданием дворца, была передача мусульманского представления о рае на земле. Интересно, как по-крымско-татарски выглядит рай. Вахчисарай в переводе с крымско-татарского значит «дворец-сад». Он расположен на трассе Сферополь-Севастополь, и добраться к нему можно с обеих сторон. Автобусы отправляются с центрального севастопольского автовокзала, а также с северной стороны. Выйти нужно на остановке «ЖД-вокзал» и дальше свернуть на старый город. До дворца можно либо дойти пешком, где-то минут за 15, либо за 3 минуты доехать на маршрутном такси. Главные ворота пропустить трудно. Их еще узнают по арке, на которой изображено два переплетенных змея. У этой эмблемы есть своя легенда, согласно которой старый хан Сахи Первый Герай увидел двух сражающихся змей. Одна из них, чтобы исцелить полученные в бою раны, тут же окунулась в речную воду и восстановила свои силы. Я, кстати, сейчас на мосту, который переброшен через ту самую речку, Чуроксу. Правда, она уже высохла, но, собственно, из-за речки-то хан и выбрал эту местность для закладки будущего дворца. Центр всей резиденции. Вот он, рай. Хотелось бы, чтобы дворец наполнился голосами придворных. Хан опять занял свое место, и все было так, как было раньше. А где, собственно, хан располагался? В специальном помещении, которое называется «Зал дивана», в центре зала стоял шикарный трон и предназначался только для хана. Не такой уж и маленький трон. Здесь несколько человек поместиться может. Да еще и весь в золоте. Сейчас это назвали бы просто переговорка. По обе стороны от трона располагались низкие диваны, на которых сидели приближенные хана. А для размещения беев, лиц, входивших в Государственный совет, что называется диван, стояли длинные скамьи. Над входом в зал пристроен узкий решетчатый балкон. По легенде, там иногда прятался хан и подслушивал все, что говорили на заседании в его отсутствии. Вот так вот, хана не обманешь. В 1917 году в зале дивана произошло важное историческое событие. На общем собрании крымских татар обнародовали весть о создании независимого крымско-татарского правительства. Особой роскоши и изысканности, конечно, нет, но чувствуется, что здесь жизнь кипела вовсю. Даже не знаю, как это объяснить, но строилось это все явно не как загородный дом, а как то место, где люди жили постоянно и где все сделано с любовью. Но то, что во дворце была любовь, я усомнилась. Почему? Смотрите, вот так выглядел гарем, в котором жили жены хана. Название гарем происходит от арабского слова «харам», что в переводе значит «запретное». Жизнь гареми подчинялась строгим правилам. Никто, кроме хана и его малолетних сыновей до семи лет, не имел права входить в гарем. Кстати, одновременно хан, как и все мусульмане, могли иметь по четыре законных жены. Интересно, но лично для меня странновато. А как же любовь? А нет, все-таки было место любви. А олицетворение любви – фонтан слез, который считается символом скорби грозного правителя. По древней легенде, фонтан слез установлен в память о любимой жене крымского хана Герея Диляры, которая погибла от рук коварных соперниц. Фонтан не просто так из нескольких чаш, которые всегда наполнены водой. А процесс наполнения чаш водой сравнивают с горем, наполняющим сердце хана. Эта легенда легла в основу поэмы Александра Пушкина «Похчисарайский фонтан». Благодаря поэме, кстати, фонтан и стал так широко известен. Даже хочется сесть и перечитать поэму. Я помню столь же милый взгляд и красоту еще земную. Все думы сердца к ней летят, об ней в изгнании тоскую. Ой, ну все, хватит. Была любовь, была. Убедила история фонтана. Интересно, что это за звуки? Кажется, это где-то неподалеку. Крымско-татарский народ гордится своими танцами. Их величавость, грациозность и ритм придают им особую прелесть. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово так танцует. А можете меня научить? Да, очень понравилось. Я, конечно, могу без проблем. Раскрываем свои крылья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, вот, прекрасно получается. Только вам нужно прятать ладошку. Вы должны собирать кулачок вот здесь, раскрывать назад. Опять, здесь раз, раскрывать назад. Вот. Ну, не так-то и просто. Ну, да, это сложно. А мужчины как танцуют? Мужчины как раз-таки все наоборот у них. Если у девушек все плавно, нежно, а мужчина должен как орел. Он должен раскрывать свои крылья и оберегать свою лебедь, которая будет рядом. Вот так прям, да? Всей грудью. Всей грудью, да. Смотрите, мужчины работают точно так же. У них есть такое же движение, только они раскрывают руки. Раз, кулаков. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. До конца, да? Да, и на последний вот счет восемь раскрывается. Вот, да. И тут он ее вот взял, подхватил ее. И работают движения через раз, два, три, четыре. Тоже назад мышку, да? Да, и смотрим на девушку, прям не отрываем от нее взгляда. Раз, два, три, четыре. Не отрываем взгляда от нее. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Может попробуем вместе? Здорово, давайте, давайте. Давайте, пошлите. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять. Ну, ну что-то получается. Конечно, получается. Спасибо, очень здорово. Надеюсь, чему ты научилась. Спасибо большое. Пожалуйста. Счастливо. Счастливо. Танцевать научилась. И вот что поняла. Крымско-татарский танец – это мужественность и характер мужчин в каждом отдельном движении. Нежность и грация женщин, а еще просто сумасшедшая энергетика. Но это еще не все, чему можно научиться в Ахчисарае. Недалеко от Ханского дворца есть чудесная мастерская. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой здесь аромат. Вы как раз вовремя, по крымско-татарской традиции, гостей встречает чашечка кофе. А турка какая красивая. Это не турка, это джезве. Джезве? Да. А чем отличается джезве от турки? Ну, в первую очередь, конечно же, формой. А вкус кофе отличается, если готовить в турке или в джезве? Естественно, отличается. Во-первых, тут определенная форма состоит из двух конусов. В первой части варится кофе, а во второй собирается пенка. И вот эта пенка, она сохраняет аромат кофе во время варенья. Такой аромат прям по всей мастерской у вас. А сколько по времени готовить, делать эту турку? Минимум два дня это делается. Два дня? Ого, ничего себе. А я так хотела научиться чему-то сегодня у вас. Ну, мы можем что-то простое сделать, браслетик допустим. Давайте браслет, да. Ну, давайте сначала, конечно, попьем кофе, а потом начнем. Ну, что, будем делать браслетик? Приспособление называется чекана. На них есть узоры. По каждому стучать, и будут рисунки, да? Угу, и будет получиться рисунок. Я думала, что нужно несколько раз прям выстукивать, выстукивать. А здесь, оп, и готово. Нет, это наоборот, надо уверенно с одного удара. Можно и попробовать. Давайте, да. А вы прям делаете по вот этому рисунку, да? Ну, вот по этой линии, да, примерно. Увлекательно. Ну, самое главное здесь терпение, да, к этому делу. Угу. Ну вот, джаз-В делать не научилась, зато сделала вот такой браслет. Побольше вы таких людей, которые сохраняют традиции. Спасибо вам за мастер-класс. Пожалуйста, приходите еще. Слива. Ох, и насыщенный сегодня день. Столько всего узнала про ханов и их жен, про кофе, танцевать научилась. Вот вам и старый бахчисарай. Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова